Добрый день, уважаемые коллеги, партнёры, инвесторы и все те, кому не безразличен проект асинхронные двигатели Дуйнова. С вами Александр Сударев и сегодня мы снова были в гостях у Дмитрия Александровича Дуйнова, где Евгений Дуйнов любезно продемонстрировал нам новое оборудование и поведал нам о ходе испытаний модернизированных по технологии Славянка двигателей ДА-90. Итак, всем здравствуйте. Сегодня нам прибыл вот этот инструмент, очередной для нашей испытательной лаборатории. Это регулированный претизионный источник питания, 15-киловаттный, рассчитанный на напряжение до 200 вольт и ток рабочий до 210 ампер. Таких источников нам прибыло два. При помощи них мы будем питать мотор, колеса и другие низковольтные двигатели, которые будут работать в составе системы привода вместе с контроллером двигателя, потому как им требуется батарейный постоянный ток и данные источники его будут обеспечивать. Причем их преимущество по сравнению с батареями, они не просаживаются по напряжению при номинальных режимах работы, а также гораздо более безопасны в работе, так как они не взрывоопасные, не горючие. Поэтому это удобное и полезное дополнение для нашей лаборатории. Также можете видеть стоящий на столе, готовящийся к экспериментам, к тестированию и испытаниям двигатель DA90 от компании Denzel, о котором многие уже дома слышали, и который компания Denzel планирует применять на своих электромотоциклах. Этот двигатель сейчас готовится к испытаниям, для того, чтобы получить его характеристики, возможно исследовать какие-то дополнительные возможности по улучшению его как тяговых характеристик, так и энергоэффективности, чтобы добиться максимальных результатов, как пробега на одной зарядке батареи, так и про его производительность этого мотора при сохранении габаритов корпуса, а также стандартного штатного пакета магнитопровода. Также вы сейчас можете здесь наблюдать подшипниковые узлы, вот такие вот. В них будет установлен промвал, они будут стоять между шкивом и тензометрической муфтой. Как многие переживали, что мы будем грузить тензометрическую муфту боковыми нагрузками, ну и естественно, заранее будут предусмотрены вот такие вот узлы с промежуточным валом, которые будут принимать на себя все боковые нагрузки, чтобы повысить срок службы тензометрической муфты, а также улучшить точность измерений. Вот на этом последняя новость на текущий день у нас пока заканчивается. И если вы еще не подписались на канал, обязательно подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте и регистрируйтесь в личном кабинете официального сайта проекта Асинхронные двигатели ДНО. До новых встреч!